Осад сейчас стягивает все свои силы в Дамаск. Из Хомса город, вероятно, скоро падет. Из Дейр-Эс-Зора на востоке, где пустое место уже занимают ополченцы и кучкуются игиловцы, и, вероятно, подтянет силы с самого юга, пока там все не дезертировали и не перешли под знамена повстанцев. Сейчас хорошо бы разбомбить аэродромы и аэропорты в Дамаске, чтобы никто не смог сбежать, включая всяких дипломатов и специалистов из Ирана и России. Кстати, а что там русские, которые сидели на границе с Израилем, сдрыснули уже или ждут, когда их начнут резать, и Ордания уже закрывает свои погранпункты. Уютное королевство хорошо помнит, что у них было в начале 70-х годов прошлого века. Тогда ошпарились, теперь поумнели. События развиваются стремительно, и иногда через считанные часы, тем более на следующий день, все может оказаться нерелевантным. Тем не менее, есть что сказать по поводу событий, которые происходят. Ну, о том, что Алеппо захвачен повстанцам, это уже давным-давно не новость, хотя все произошло быстро. Но сейчас речь идет уже о другом городе. 5-го числа можно абсолютно однозначно, 5-го декабря, а повстанцы после комбинированной атаки с флангов заняли город Хама. Это абсолютно подтверждено. Центр одноименной провинции. Тяжелейший удар стратегического уровня для режима Асада и его союзников. Катастрофически. Еще раньше, неделю-две недели назад, даже если бы мы назвали часть каких-то потерь, которые понес режим Асада, назвали, что вот тот потерял то-то и тот, это бы показалось катастрофой. Сегодня это уже что-то такое более рутинное. После Алеппо мы не раз говорили о том, что и не только мы говорили, продолжится ли коллапс режима. Коллапс режима замедлился. Повстанцам не удалось вначале взять Хамус на скоку, но они подошли к делу грамотно, стали обходить флангов и после ряда боев город пал. И теперь, собственно, вопрос стоит следующим образом. Если повстанцы южнее, продвинуться южнее, то что они продвинуться южнее, это несомненно. Вопрос, насколько там уже есть бегство села Асада из районов южнее Хамы. Но далее на юг есть город Хумс, центр одноименной провинции. И вот его падение, если от Хамы до Хумса километров 40. Так вот, если падет город Хумс, это будет для режима уже катастрофа вселенского масштаба. Это, по сути, рассечение Сирии. Это вообще исчезновение оси, которая соединяет север и юг Сирии, Дамаск с севером, Дамаск с провинциями Латакия и Тартус прибрежными. Это один из важнейших городов, который в свое время не был захвачен повстанцами во время, в начале революции. Он был частично занят повстанцами. Это отсечение, фактическое отсечение с севера от юга. Я имею в виду просто сообщение между Латакией, где оплот режима Асада и Дамаском прерывается. Но мы торопим события. Тем не менее, дела показывают, что режиму не удалось. Несмотря на то, что кое-кто уже успел ему прийти на помощь, из числа иранцев, россияне активно бомбят. Это коллапс, хоть и более замедленный, налицо. И остается наблюдать за тем, смогут ли в ближайшее уже время перерезать пути сообщения из пустыни. Пустыни, сухопутные пути сообщения из Ирака. Повстанческие рейды. Ну и судьба Хомса и продвижение Хомсу. Это ключевой момент. Ну а также интересно, будут ли они пытаться взяться уже сейчас за Латакию и Тартус. Здесь, там где находятся российские базы, база российского флота и аэродром Хмеймим. Тут интересный момент. Это узкие полоски вдоль побережья Средиземного моря. Но она отделена горами от повстанческой территории. И населена лояльным для Асада населением. Алавиты, собственно, те, на кого он опирается, правящее меньшинство, которым бежать некуда и терять нечего. В общем, очень интересно события колоссальной важности. А как они относятся к нам? Ну, во-первых, Асад и его союзники, это, естественно, та самая иранская ось сопротивления, в которой режим Асада играет важную роль, даже когда он ослаблен. Он связующее звено с Хизбаллой. Он там, где производится частенько, и до сих пор производилось оружие для Хизбаллы, передавалось ей. Это место действия проиранских милиций и иранских сил. Это место, в которое было вбухано огромное количество денег и ресурсов иранских, и вбухивается до сих пор. Кстати, часть точек, где производилось оружие, и которое Израиль неоднократно навещал с воздуха, в том числе в районе Алеппо, уже захвачены, уже в этом плане не представляют опасности. Если исчезает режим Асада, то Хизбалла фактически оказывается по наземным путям сообщения отрезан от Ирана. Более того, новые силы, которые, если победят, они представляют для Хизбаллы уже и прямую физическую угрозу. Я имею в виду с точки зрения вторжения в Ливан и с точки зрения поддержки в Ливане сил, которые против Хизбаллы выступают. Так что тут значение колоссальное. Мы видим удар, всеуглубляющийся удар по этой иранской оси, который имеет большое значение. С другой стороны, естественно, победа неких сил в Сирии может привести к новых реалиям, которые могут тоже создать проблемы для Израиля уже другого толка и другого рода угрозы, потому что что делать суниты и суниты-исламисты, это не те, кто являются, я имею в виду суниты из арабских странах, соседних тех, не те, кто являются друзьями Израиля и те, кто могут попытать счастья и по мелочам повоевать или строить существенную угрозу Израилю. Есть теоретические варианты распада Сирии на чуть ли этнические, этноконфессиональные, такие вот квази-государства, но это уже фантазии. Пока режим Асада столкнулся с колоссальными проблемами, я бы сказал так, с точки зрения, если посмотреть сугубо на карту и сравнить ситуацию с худшими временами для Асада времен гражданской войны, то может показаться, что тогда ситуация была хуже, потому что там и большая часть Алеппо была под повстанцами, в Дамаске шли бои в нескольких километрах от президентского дворца, южная провинция Дера, а вблизи Израиля была в заметной степени под повстанцами и много чего другого, но ничего подобного. Сегодня ситуация для режима Асада хуже, падение Хамы, которая никогда не была захвачена, Алеппо целиком, весь север, продолжающийся эффект домино, к которому в плане удачи сопутствует. Удача это то, к чему любят присоединяться. И даже протурецкие силы, которые до сих пор особо шагов не предпринимали, они могут и вероятно присоединяться к этому успеху. Новые потенциальные повстанцы с тех территорий, которые занимаются, в общем, стратегически, ситуация уже сейчас хуже. Не знаю, что будет потом. Уже сейчас она хуже, чем в самые худшие времена, несмотря на то, что в Дамаске тихо. И ситуация продолжает развиваться. Очень многое будет зависеть, смогут ли ему прийти на помощь иранцы и про-иранцы, позволят ли ему прийти на помощь. И, собственно, найдутся ли силы, которые внутренние резервы у режима Асада, в районе Дамаска, в районе Хомса, которые самоорганизуются и смогут дать отпор. Потому что ресурсы там, в принципе, есть, и где занять обрубежь обороны. Вопрос в мотивации, вопрос в наличии и отсутствии паники, вопрос в боеспособных силах. Пока КАМА это еще один шаг в плане, когда мы перечисляем этапы катастрофы режима.